Всем привет! Вы на канале Cloud City, с вами Вадим, и сегодня мы продолжаем чтение рассказов из сборника «Токсичная книга Александра Цыпкина». Итак, сборник Александра Цыпкина, «Токсичная книга» и на очереди рассказ от Ольги Антоненко «Любушка». — Эх, созвонимся, подруга! — пьяненькая Ирка протиснула меня к своей необъятной груди. — Помни, что тебе блюдце-то нагадало. Гляди там. — Куда глядеть-то? — для порядка спросила я, усаживаясь на заднее сиденье такси. — По сторонам гляди. Может, поджидает тебя суженой у дороги, а ты мимо просвестишь. Это она зря сказала. И так страшный ужас ехать одной в ночи с побережья в Калининград. Заночевала бы у Ирки. Но начальнику пообещала поработать в выходной. Тянули меня за язык. Да водитель еще какой-то подозрительный, седой, в морщинах, глаза веселые и улыбается все время. Вот чему спрашивается. — Какая у вас подруга, видно, я... — восхищенно протянул таксист, трогаясь. — А откуда вы знаете, что она подруга? — сощурилась я в подозрении. — Она же и сказала, — слегка опишел собеседник. — А, ну да. Но не расслабилась. — Кто их этих таксистов знает? Вдруг зубы заговаривает. А сам дурной замышляет. — А что именно замышляет? — Я додумать и не успела. — На блюдце гадали? — С чего вы взяли? — сгнизнула я голосом школьницы, которая училкой застукала сигареты. — Уф, так подруга ваша сказала. Блюдце, мол, нагадала. И надо глядеть в оба. — Не на вас часом глядеть, да? — фыракнул я. — Зря, конечно. Зачем дразнить лихо, пока оно тихо? — Не, я старый. А вы как будто рады этому. — А чего мне грустить? Жизнь у меня. — Что надо? Семья, работа. Еду вот с красивой женщиной. Ночь, природа опять же. — Какая я вам женщина? Никакая я вам не женщина. Перебыл я его в негодовании. Вполне искренним, кстати. — А кто? — таксиста торопел и скосился на меня через плечо. — Кто? Кто? — Пассажирка. — Фух, — выдохнул таксист. — А вы чего такая задира-то? — Какая задира? Никакая не задира. — Ну, так что вы там про природу? — сменил я тему. — Вон, гляди. Слева озерцо. Там лебединная семья живет. Видите? — О, вижу. Ух ты. На середине крошечного озера, прямо по лунной дорожке, плыли два лебедя. — Место здесь не самое глухое. В лесу за озером усадьба с гостиницей и рестораном. А лебеди, несмотря ни на что, каждый год прилетают именно сюда. — Одни и те же? — ахнула я. — Да кто же их знает. Может, и они. Тут ведь какая история. Говорят, что когда-то в этой усадьбе жила семья мелкого прусского помещика. У них стала быть дочь красоты невиданной. Ну, кто б сомневался. Женихов, понятно, было много. И родители подобрали самого подходящего. А девушка любила Иванушку-дурачка из соседней деревни. — Ну, скорее не Иванушку, а Иоганнушку. В общем, сбежала наша красавица. Из-под венца сбежала. Жених в усадьбу, а она в озеро. — А Иванушка? Пытался ее найти, но не смог. Озеро и его поглотило безвозвратно. С тех пор, сколько воды утекло. Война, разруха, другая страна. А поди ж ты, легенда живет. Ну, значит, быль. В этом озере никто не купается. Здесь всегда только лебеди. Как души влюбленных? Хм, лучше пусть в птицах, чем по дорогам шляется и людей пугают. Привидения, ужаснулась я. А вы видели? Ну, хоть разок. Бог миловал. А вот мой сменщик рассказывал. Эх, это что ж такое-то? Вдруг в это решил, так глаза таксист. Вот оно, вот оно, лихо. Я же знала. Мамочки, что же делать? Я смотрела туда же, вперед, на кусок дороги, выхваченный светом фар. Опасность рядом, точно, где-то здесь. От страха я забилась в угол, хотела закрыть глаза. Она, ну, передумала. Дала себе за рук купить газовый баллончик, пойти на курсы самообороны. Не, хватит баллончика. Ну, как же страшно. Я приподнялась и увидела вдали на обочине белый колыхающийся силуэт. Не останавливайтесь. Быстрее, проезжайте быстрее. В ужасе завопила я. По мере приближения силуэт превращался в изящную женскую фигуру. О, нет, в роскошном свадебном платье. Невеста! Не обращая внимания на мои вопли, таксист сбавил скорость и аккуратно остановился. Ух, с ума сойти! Она стояла на обочине, настороженно осматриваясь. Глаза — две черные ямы, размазанные тушь грязными дорожками, до самого подбородка. За те лего ложные волосы растрепаны. В руках белые туфли с огромными облепленной землей и травой каблуками. Подол длинного кружевного платья в колючках. Не хотела бы я так выглядеть в свой самый счастливый день. Интересно, а что пошло не так? Что случилось, красавица? Выйдя из машины, водитель подошел к девушке. Пожалуйста, довезите меня до Калининграда. Она говорила скороговоркой, дрожа и шмыгая носом. Только у меня денег с собой нет. Мы приедем, и я рассчитаюсь, честно, честно. Только не уезжайте. Эй, пассажирка, двигайтесь. А еще лучше, пересядьте вперед. Открыл дверцу водитель. Я призадумалась. Ночь. Лебеди. Легенда. Чудище в образе невесты. Блин, что же делать? Вы извините, девушка наклонилась ко мне. Платье сильно пышное. Ну и немного грязное. Воспитанное привидение. Ох, лихо-лихо. Я выбралась из машины, помогла ей утолкать тонну кружевного текстиля на заднее сиденье. Уселась вперед. Поехали. Бабушка на шпантине живет, зачастила невеста. Вся родня. Брат, родители, подруги. Все в ресторане. Ну, на свадьбе, значит. А бабуля старая сказала, не поеду. Не усижу долго. А вам куда обратилась она ко мне? Кому? Мне? Обернулась я, все еще пребывая в оторопе от происходящего. Давайте так, ступился пожилой таксист. Денег я с вас не возьму. А вы нам расскажете, что случилось. Да было бы что рассказывать. Я хотела выйти подышать. А в коридорчике Андрей, ну, мой муж. Она обозначила руками кавычки и улыбнулась горько-горько. Обнимается с своей бывшей. Вот тут и сказке конец. Я побежал оттуда, как ужаленная. Себя пришла, когда вот каблуки в земле завязли. Пришлось туфли скинуть и по лесу босиком топать. Разве можно девушке ночью в лесу? А обидит кто? Тактист сокрушенно покачал головой. Да у меня только одна мысль была. Подальше от этого места. От этой свадьбы. Будь она неладна. Наморщила она носик. А зачем же бывшую-то пригласили? Попыталась я помешать ей расплакаться. Сама заявилась. А он так расстроился, пошел ее выпроваживать. И вот. Надо было ей репу начистить и вытурить. Назидательно заметил я тоном стрелянного воробья. А ты любишь его? Вдруг спросил пожилой водитель. Надо же. Романтик с большой дороги. Ну-ну. Любила. Сильно-пресильно. Она опять собралась плакать. Вот я про любовь хочу рассказать. Проговорил таксист. Служил я на флоте. Невеста моя, Любушка, ждала меня. Письма писала. Все как положено. Как-то получая письмо от одноклассницы, открывая конверт, а там фотка. А на ней моя Любушка с каким-то хмырем в обнимку. Меня как током шарахнуло. И такая, знаете, обида во мне загорелась. Прямо пожар. Я фото на мелкие кусочки разорвал и решил все. Между нами все. И после увольнения приехал домой. Люба ко мне, а я даже и разговаривать не стал. Выгнал ее. Жесть. Вернула она. А то. Горячий был. Да к тому же обиды ушиблены. Ну, в общем, разошлись наши дорожки. Я женился на подруге той одноклассницы. Ну, что карточку прислала. А Люба замуж вышла. Двоих детей родила. За того на фото, уточнил я. Да и нет. Совсем за другого парня. И... А где про любовь? Да погоди ты. Это все про любовь и есть. Он мелькнем взглянул на меня. Жили мы с женой. Плохо. Ругались сильно. Раздражали друг дружку до неимоверности. Хотя я почти все время отсутствовал. В моря тогда ходил. Детей у нас не было. Промучились мы так несколько лет. Да и разбежались. А Люба? Ну, я о ней ничего не знал. Да и знать не хотел. А тут... Как-то мой старый товарищ. Он мичманом служил в Мурманске. Приехал в отпуск и решили собрать друзей. Одноклассников. Собрал. Встретились мы. Ну, хорошо так посидели. Повспоминали. И там, там была подруга моей бывшей жены. Та, что фотку прислала? Ага. Подсела ко мне. Расспрашивает. Ну, я рассказал вкратце о своем житии-бытии. А она вдруг и выдала. Я так и знала. Вот так и знала, что это пустая затея. Какая это затея, интересуюсь? Она мне и рассказывает, как сговорились с моей бывшей и в компании общих знакомых подловили момент, когда Любу, ну, кто-то пригласил танцевать. Это сейчас у всех телефоны щелкают без конца. А тогда, тогда надо было заморочиться, чтобы снять, потом напечатать. Эх, целое дело. Выходит, ваша жена вас на себе и женила? Ну, выходит так. И я как телок попался. Это уж я потом понял, что если любовь есть, а доверия нет, то точно быть беде. Точно вам говорю. А что, Любушка, не теряла я нить повествования. Разыскал я ее. Она в Челябинск уехала с детьми. Муж оказался беспутным. От него избежала. В общем, забрал я ее и детей. До сих пор и не расстаемся. Пацанов вырастили. Люба, дорого посмотреть. Еще и девоньку народили. На счастье. Одно только жалко. Времени много потеряли. Водитель замолчал, думая о своем. А вы считаете, что я должна была, донеслось заднего сидения. Ух ты, невеста, оказывается, вся внимание. Нет, нет, ничего я не считаю. Просто рассказывай, как в моей жизни было. Доведись снова пережить. Я и не знаю, как я поступил бы. О, смотри, на Шпандину приехали. Куда дальше-то? Вон домик немецкий. Ободок нами розы. Бабуля у меня любительница. Едва им поравнялись с домом, из двери выскочили, помчались к нам двое. Красавцы высокие, нарядные, при галстуках. — Это мой брат, Вовка, — тихо проговорила девушка и добавила. А с ним Андрей. — Вы случайно невесту не потеряли? — вышел им настоящий наш водитель. — А она с вами, — обрадовались красавцы. — А то. О, что-то началось. Открыв задние двери, они один в одну, другой в другую, стали объяснять девушке, как она не права и заблуждается, что ничего плохого-то и не было, а то, что было на самом-то деле дружеское прощание перед дальней дороги навсегда, в другую страну, да и даже на другой континент. А оказалась она там совершенно случайно, да и не одна, а со своим мужем, с коим и отъезжает чуть ли не завтра. Девушка не то чтобы со вниманием слушала эти речи, но и не перебивала. — Любушка, чё ж ты не выходишь? — произнесла очень пожилая женщина, которая вдруг оказалась здесь же, возле машины. — Бабушка. — Негоже на людях дела семейные разбирать. Веди-ка ты ее, Андрей, в дом. — А ты, Володенька, — посмотрел ласково на внука, — езжай домой. Нечего тебе тут делать. — А ты исправишься, бабуль? — с сомнением спросил тот. — Да тут исправляться нечего. Сами они разберутся, поди не дети. — А вам спасибо. Она посмотрела на водителя, потом на меня. — Володь, а ты поезжай с ними. Где ты будешь сейчас такси искать? — Поехали, — весело отозвался таксист. — Пассажирке вот к южному вокзалу надо, а тебе, брат, Любушке, куда? — Так и мне к южному. — Мать честная, — сплеснул руками водитель. — Ну что, соседка, поехали? Меня Володя зовут. Ну вот такой рассказ из сборника Александра Цыпкина «Токсичная книга». Всем огромное спасибо. Подписчикам отдельно. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и таки подписывайтесь. И еще раз всем огромное спасибо и до новых встреч. Всем пока.